Здравствуйте! В студии Аскар Басыров и это Мировые новости. Правительство снизило прожиточный минимум по итогам третьего квартала 2016 года. Его величина составила 9 889 рублей на душу населения, что на 67 рублей меньше по отношению к прошлому кварталу. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 10 678 рублей, для пенсионеров 8 136 рублей, для детей 9 668 рублей. По закону размер прожиточного минимума является основным критерием, на основании которого семьи или отдельные граждане признаются малоимущими и получают право на пособия и льготы. Причину снижения прожиточного минимума ранее объясняли в Минтруде. Там ссылается на данные Росстата, согласно которым стоимость продуктов питания на душу населения в третьем квартале 2016 года уменьшилась на 1,9%. Вообще с начала года правительство ежеквартально занижает прожиточный минимум населения примерно на 500 рублей. Подобные манипуляции позволяют уменьшить число бедных в стране, правда только на бумаге, но и заодно сэкономит для бюджета более 20 миллиардов рублей в год, которые очень нужны, особенно учитывая, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предложения Минфина урезать бюджет республики неприемлемы и в итоге дотации Чечни из федерального бюджета в 2017 году сохранятся на уровне текущего года. Это примерно 40 миллиардов рублей. Утверждение нового таможенного кодекса Евразийского экономического союза ограничат возможности граждан беспошлины покупать товары в зарубежных интернет-магазинах. Для начала в 2018 году порог беспошлиной торговли будет снижен вдвое, до 500 евро в месяц. Далее в 2019 он будет опущен до 200 евро для каждой покупки. Напомним, что сейчас в России не облагаются пошлинами посылки, общая стоимость которых за месяц не превышает 1000 евро, а вес 31 килограмм. Сверх этой суммы пошлина составляет 30%, но не менее 4 евро за 1 килограмм. Замглава Минфина Илья Трунин заявил, что ведомство планирует сосредоточить внимание на том, как сделать уплату пошлины для покупателя незаметной с точки зрения процедур. Это могут быть специальные механизмы Почты России, таможенные представители или регистрация. Кажется, теперь массовым покупкам россиян на Алиэкспресс и Ебэй действительно может прийти конец. Объем такой торговли за последние 5 лет вырос в 10 раз и в 2015 году составил 219 миллиардов рублей. Долгое время государство сквозь пальцы смотрело на то, как вы ни копейки ему не отдавая тратите миллиарды у китайцев и американцев. Теперь всем придется вспоминать, где же ближайший вещевой рынок. Это были мировые новости.